мир вам уже братья сегодня начнем мы занятия не занятия как разбор ответов на вопросы известных священников сегодня затронем павла островского начнем с него мне попали его ролики его ответы стриме стримах ну и конечно у меня волосы дыбом поднялись и я просто очень удивился что сегодня уровень священников от ответов священников такой который ну ну мирской уровень то есть на уровень мира он говорит для мира чтобы мир слушает их написано говорит то что угодно миру а не то что сказал бог в своем священном писании c в церкви своей святой в канонах церковных через святых отцов ну и в житиях святые мы будем подключать вот четыре параметра по которым мы будем сегодня судить ответы священников судите еще раз повторяю ответы священников священное писание библия слово божие у него три названия правила церкви это каноны церковные 719 правил дальше толкование святых отцов на священное писание изречение святых отцов и 4 жития святых вот по этим четырем параметрам мы будем судить господь говорит иисус христос не судите и не судимы будете и в другом месте он говорит судите судом праведным то есть не судить это значит не осудить до конца не сказать все человек погибший на сто процентов ему уже ничего не поможет но судите судом праведным ты должен если ты судишь должен сказать почему ты так судишь что на чем это основано вытащи бревно из глаза своего потом будешь знать как вытащить песчинку из глаза ближнего бревно толкует святые отцы это тяжелые грехи смертные грехи человек в блуде находится он матерится или курит я не знаю много грехов всяких есть он в этом находится и судит другого находясь в таких тяжелых грехах ты не можешь видеть же грехи других видите как их исцелить но истинные христиане то есть уверовавшие принявшие жертву господа иисуса христа очистившиеся в истинном крещении церкви божией находящиеся постоянно пребывающие в молитве в учении слова божия святых отцов церковных соблюдающий все они могут судить это мы знаем ну так же мы из священного писания судить то есть духовный судит обо всем а душевно ни о чем судить не может плотской то есть душевный плотской это одно и то же духовный судит обо всем мы можем судить судить о то что не соответствует учению церкви не соответствует учению христа а непосредственно кто распространяет лжеучения их судят уже бог непосредственно поэтому здесь удивляться не надо что я разбираю ответы священников кто я такой я никто я просто буду говорить слово божие ну вот начнем да вот я в это взял стрим отца павла островского сразу скажу чтобы ну пусть он меня не обижается абсолютно непредвзято буду просто рассматривать его слова что он говорит мне жалко тех людей которые вводятся в заблуждение и зал жалко самого отца павла потому что если он в таком будет пребывать состоянии также дальше отвечать он погибнет он однозначно и иван златоуз говорил что больше часть священства погибает и если кто его послушает вот в этих ответах которые я буду разбирать но его точку зрения примет написано слепой ведет слепого оба упадут яму оба это значит что ты можешь подойти всю ответственность на священника перекладывать мне священник сказал я поступил как он христос говорит оба упадут в яму не надо поэтому здесь какие-то строить а вот мне священник сказал или священник я носить на себя это берет там берет там какой-нибудь пост разрешает ему можно там мясо поесть или молочко попить каноны церковные запрещают это и послабление в посте можно разрешением на масло и вино но не на мясо не на молочко освещение на себя берет оба упадут в яму написано слепой ведет слепого оба упадут и вместе с ним упадешь поэтому мы все ответы любых людей хоть он будет патриарх хоть собор поместный должны рассматривать во свече священного писания а мы для этого должны хорошо знать в толковании святых отцов церкви канонов церковных вселенских соборов и святых отцов кирилл иерусалимский говорил если слова мои не сходятся с библией то не верьте мне может ли такое сегодня сказать священник какой-нибудь вот павел отец павел ты можешь сказать если слова мои не сходятся с библией то не верьте мне вот я использую этот лозунг начинаю приступаю к разбору ваших слов и так когда уже перестанут одевать платок в церкви если это всего лишь традиция то когда закончится так как это будет большой шаг в жизни женщин дорогая моя ну какой-то шаг будет жизни женщин что таку рассказываешь ну то есть люди хотят сбросить то что церковь наложила какие-то правила свои оковы на распущенность люди хотят сбросить и спрашивают у отца полу когда же как мы сбросим это игорь сбросим себя и тогда горь женщины вздохнут действительно женщины вздохнут и мы читаем его вздохнула тоже отошла от адама и вздохнула дьявол подошел к ней вот и здесь дьявол говорит ну сбрось это сбрось это же не важно все но что отвечает отец павел мне кажется что это вопросы правда не принципиальный не очень важный но очень не хочется чтобы из-за этого не принципиального вопроса у нас сейчас женщины в храме друг другу поубивали очень многие люди консервативные вопрос говорит не принципиально и не очень важный и не хочет чтобы в храме переубивали за это другу женщины ну во первых конечно этому преувеличивать никто никого не переубивает просто женщина человек который не исполняет правила церкви он не должен входить в церковь это понятное дело но если бы это был вопрос неважный писал бы апостол павел послание по поводу этого вопроса коринфянской церкви то есть у него есть послание которую 2000 которым уже 2000 лет там 0 не достает там сколько-то еще десятков несколько до 2000 это послание является священным писанием и мы знаем что является словом божиим то есть это не павел говорил это говорил бог через павла так было принято во всей церкви и апостол павел говорит мы читаем 1 коринфянам 11 глава 5 стих вот всем женщинам надо эту знать главу наизусть да и мужчинам тоже 11 глава 1 конечно и всякая жена молящиеся или пророчествующая с открытую головою постыжает свою голову ибо это тоже как если бы она была обритая напомню что православной церкви толковать священное писание нельзя как хочешь как и под под себя нет канона церковной правила церкви запрещает толковать писание вопреки истолкованному святыми отцами то есть ты можешь где-то расширить где-то углубить но твое толкование должно не противоречить тому что истолковали священные святые отцы правило 19 6 вселенского собора предстоятели церквей должны во все дни больше всего в дни воскресные получать весь клир и народ словесам благочестия избирая из божественного писания разумения рассуждения истины не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов и если будет исследуемое слово писание то не иначе да изъясняют то но только как изложили светилы и учители церкви своих писаниях только так как изложили как истолковали святые отцы не вопреки этому мы читаем господь сказал маль жена молящийся или пророчествую с покрытой головой постыжает свою голову то есть знать же если женщина она хочет сбросить себя она хочет она бесстыдница то есть я не стыдно ничего и они спрашивают когда мы это сбросим да это говорит от отец павел это не так-то и важно особенно не важно это апостол павел написал ради этого послания упомянул среди прочих там так он обличал в грехе там один человек из общины коринфийской имел себе жену то есть в жонах мачеху свою он говорит такого блудодеяния даже язычники не видели и среди прочего он это все это одно из и много других и покрытие головы то есть они женщины не покрывали там свою голову не в храмах вообще не покрывали и так что дальше говорит отец павел очень многие люди консервативные и для них соблюдение этих традиций это прям вот все наше все как говорится поэтому надо с ней сходить и я думаю что конечно да когда ты женщины перестанут голову покрывать я не вижу в этом ничего кстати хорошего и ничего плохого потому что вопрос скорее больше моды когда-то раньше женщины всегда покрывали голову то есть они по улице ходили с покрытой головой сегодня этого нету и специально одевать платок именно вот в собрании вот в церковном вот только так ну то есть это правда какой-то здесь уже фарисейство лицемерие и тому подобное но здесь отец павел говорит верно что выходит так что женщина лицемерит она перед богом заходит в храм одевает покрывается а выходит и раскрывается действительно это фарисейство лицемерие то есть и тут один только выход либо снять вообще платок и нигде не в храме не одевать либо везде быть покрытый вывод то только один но мы храус православных христиане мы должны смотреть что нас что говорят святые отцы как они истолковали это место писания давайте почитаем священное писание говорит строго что пострижает свою голову а это впаво времени то есть через тысячи лет уже не пострижает до свою голову или как это написано слово божие живые действенное послание евреям 412 живые действия но живые действия на здесь отец павел говорит она не жива не действенно все это уже не действует это мода там было всегда покрывали голову ну теперь читаем блаженный фифелак болгарский это втолкование самое авторитетное которое есть в церкви у нас но она основана иван златоусте были как я сказал и женщины с даром пророчества например дочери филиппа и многие иные чем же пострижают голову свою тем что объявляет голову каким-то изгнанникам отступивший от веренной ей богом власти знай также что мужу воспрещает быть покрытым как сказано во время молитвы и пророчества а жене воспрещает быть не только в это но и во всякое время во всякое время женщина запрещено быть открытой ибо сего он желает когда говорит ибо это тоже как если бы она была обритая как быть обриты ей всегда стыдно так и быть не покрыты стыдно всегда же волосы же заменяет собой покрывало посему снимающий себя покрывало похоже на снявшие себя волосы и так женщина должна быть всегда покрыта не только в храме не только когда она там молится или пророчествует пророчествует это не значит говорить будущее пророчествовать это значит в духе святом дух святой на человека сходит и он говорит вещи истинные сегодня в церкви это почти не услышишь такое не увидишь то есть говорит поистине невзирая на там авторитеты ни на какие и поэтому апостол павел говорит что ревнуйте о дарах пророческих и говорит если кто зайдет вот в собрании там где все пророчествуют он горит всеми то есть и неверующий какой-то зайдет внешне он всеми судится всеми обличается то есть люди пророчествуют и говорят его грехи к примеру они могут проповедь кто-то говорить какую-то да и как раз касается вот человека этого греха грехов вот человек который зашел с этими грехами такое среди верующих это вообще постоянно такой есть это я не говорят прозорливый прозорливый прозорливость у всех христиан должна быть это дух пророческий пусть не у всех но почти у многих кто ревнует об этом даре так вот блаженный феофилак то есть толкование говорит церковное так а что говорит иван златовуз по этому поводу может быть кто-нибудь станет недоумевать и спросит себя какая вина в том если бы жена открывалась жены открывались а мужи покрывались в чем здесь состоит вина можешь видеть из следующего мужу жене дано много различных знаков одному власти а другой подчиненности между прочим и тот что чтобы жена покрывалась а муж была с обнаженной головой то есть это один из 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 знаков власти если же таковы знаки то оба они погрешают когда нарушают благочине и заповедь божию когда приступают собственные пределы муж не спадает до унижения жены а жена возвышаясь своим внешним видом перед мужем то есть если ты перед мужем ты жена если ты перед мужем вообще с открытой головой ты возвышаешься перед ним с обнаженной головой если же таковы знаки то оба они погрешают оба нарушают благочине и заповедь божию неважно неважно говорит не так важно благочине заповедь божию когда приступает собственные пределы муж не спадает до унижения жены то есть если муж растит волосы отца павла волосы это длинные это да не спадаешь до до унижения жены а жена возвышаясь своим внешним видом перед мужем если им это непозводительный если им непозводительно изменять свою одежду мы читаем второзаконе 22 5 но муж женщине должно быть мужской одежды и мужчин не должен носить мужское платье ибо мерзок перед господом богом твоим всякий дел и счастье говорит господь если им даже непозводительно менять одежду то тем более непозволительно меняться одеждами то есть и здесь тем более непозволительно во-первых это о чем говорит что то есть мужчине отращивать волосы ему надо обязательно стричь это в другом месте апостол павел об этом скажет женщине открываться непозволительно мужчине непозволительно бриться потому что он не спадает на сторону жены то есть он становится на ее чин женщины женщины только не имеют бороды. Это узаконено людьми, хотя после утверждено Богом, апостол говорит Иван Златоуст. А то происходит от самой природы, то есть, чтобы она покрывалась, а другой не покрывался. Под именем природы я разумею Бога, потому что Он есть создатель природы. Ну вот, что мы прочитали, что говорит Златоуст. По этому поводу. Мы сейчас дальше будем читать. Вот посмотрим. Это вопросы, правда, не принципиальные, не очень важные. Но... Это вопросы не принципиальные, не очень важные. Говорит Павел Островский, священник. Что говорит святитель Иоанн Златоуст? Не говори мне, что это преступление маловажно. Оно велико и само по себе, потому что оно есть прислушание. А если бы было маловажно само по себе, то оно велико потому, что касается знака великих предметов. А что этот знак велик, видно из того, что он производит благоустройство в роде человеческом, представляя в надлежащем виде начальствующего и подчиненного. Поступающий же против этого приводит все в смешение, лишает себя даров божьих, унижает честь, дарованную ему свыше, и не только муж, но и жена. Ведь для нее большая честь сохранять свое место, а напротив постыдно выходить из пределов. Потому апостол и говорит об обоих. Всякий муж, молящийся или пророчествуясь с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествуясь с открытой головою, постыжает свою голову. Мужу апостол повелевает быть открытым не всегда, а только во время молитвы. Всякий муж говорит, молящийся или пророчествуясь с покрытой головой, постыжает свою голову. Жене же повелевает быть покрытой всегда, потому что, сказав, всякая жена, молящаяся или пророчествуясь с открытой головою, постыжает свою голову. Он не останавливается на этом, но продолжает, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Но если быть обритой всегда постыдно, то очевидно, что быть непокрытой всегда постыдно. Как видим, всегда это постыдно, преступление немаловажное по учению церкви, и это скрыли священники от бедного народа. Зачем вы скрыли Слово Божие? Зачем скрыли толкование святых отцов? Почему вы его низвергли на какую-то моду, все это спихнули? Мы читаем дальше, что к моде это не имеет никакого отношения. Ангел, дальше говорит Златоуст так, апостол не останавливается на этом. Но еще приз выкупляет. Жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Для ангелов. Ангел на тебя смотрит. Не мода никакая, а ангелы должна иметь на голове свой знак власти для ангелов. То есть ангел стоит перед лицом Божиим, и он не может за тебя молиться. Ты не на своем месте стоишь, жена, если ты не покрываешь свою голову. Показывает, дальше говорит Златоуст, что не только во время молитвы, но и всегда она должна покрываться. Как жене сказал, если не хочет покрываться, то пусть стрижется, так и о муже. Если растит волосы, то это бесчестье для него. Отецу, отцу Павлу эти слова никак, то есть не по мозгам, многим, не только ему, многим священникам, не по мозгам отращивают волосы. Когда апостол Павел строго запретил это, не Павел, а Бог запретил это через апостола Павла. Вот что еще? Какое еще толкование есть? Никакого другого толкования о том, что можно открывать голову, это не важно, не существует у святых отцов. Можете даже не искать. Я все толкования, все, что можно просмотрел, я всегда это делаю. Ну, еще вот люди, там, допустим, но в храме мы знаем, что и девочек маленьких тоже надо покрывать голову, да, потому что все эти слова, которые сказаны апостол Павлом, касаются не только жены и мужа. Хотя и он и об этом говорит. Но касается вообще женского и мужского рода. Если ты девочку с детства не приучишь покрываться, то она и не захочет и будет писать такие сообщения, вот как вот отцу Павлу написали, что она привыкла с открытой, всегда простоволосилась, как говорят на Руси, в таком состоянии ходить. то есть не воспитали по христианскому учению. Так вот, Тертулиан, один из авторитетных раннехристианских толкователей, на этот вопрос отвечает. Что значит всякая жена, если не женщина любого возраста, любого положения, в любых условиях? Любая женщина без исключения должна покрываться. Поэтому мы видим, что совет, в данном случае отца Павла, не соответствует священному писанию и толкованию церкви и святых отцов. Посмотрите на иконы все Богородицы, два платка, два, то есть покрывало и внизу повойник, всегда так ходили. Не так, что вот так наполовину тут что-то полусъехано там где-то волосы, такого никогда не было. Посмотрите на иконы все, что это для нас не пример? Мы молимся Богородица, Дева Радуси, Богородица, все Богородица, святые угодники. Почитание святых заключается не в том, что ты их молишься, как идолам там им говоришь, просишь только то, что тебе надо. Так идолопоклонники делают все, язычники. Не только в этом состоит, но и в том, чтобы подражать им. Истинное почитание есть в подражании святым, а не в том, чтобы и не только внутренним, но и во внешнем. Потому что внешне это показывает внутреннее. Если ты хочешь ходить в джинсах, ходить как мужчина, то у тебя внутреннее, развращенное. Женщина запрещает Господь одевать мужскую одежду. Штаны это мужская одежда, однозначно. Все ноги, все видно, задницу видно, что ты будешь показывать перед всеми. Сколько соблазнил ты своим задом, когда ходишь везде. Сколько ты соблазнила людей. И Христос говорит, лучше бы повесили в камень и вбросили в реку, если тот, через кого соблазн приходит. Только должно быть только юбка или платье длинное. То есть не ниже, не выше колен точнее. Не ниже, а лучше ниже. Но посмотрите на мусульманок. Они всех перещеголяли, всех наших православных. Для них мы развратники по их понятиям. Женщины все открытые ходят, крашеные, сидят. Вот смотришь, вот лекции даже отца Павла. Вокруг него женщины сидят открытые, все здесь, грудь открыта, крашеные, то есть серьги, кольца, когти, брови, все, это все запрещено. Мы в других местах этим разберем. Церковь это все запрещает. Священное Писание Бог все запрещает. А ты такой вот скажет кто-то, ты такой все запрещает, запрещает. Да нет, это так, так это просто есть и все. Просто мы настолько далеко отошли от истинного благочестия, что для нас это кажется каким-то чем-то строгим, запретным. Нет, это естественно. У меня жена всегда покрытая, никогда ничего не оденет такого. Это естественно, это целомудрие, стыдливость. Это выше то, что у христиан должно быть с самого начала, как только они уверовали. Но священники не обучают этому. Они открыли широкие врата, чтобы туда шли широким путем. Истинный путь узкий, а широкий ведущий в погибель, как говорит Христос. Поэтому все проверяйте. Жены, покрывайте свои головы. Это важно. Вы увидите, как изменится у вас порядок мыслей. Мужчины, не портите бороды. Это отдельная тема. Ни одного нет святого отца, который бы говорил, что можно нарушать заповедь Божию, портить Божию, можно нарушать образ, который в него заложил Бог, мужской. Половые различия можно свои отменять. Нигде, никто, ни в церкви такого нет. Это все грех. А протопоп Аваком говорит, что это блудодейная ересь. Я не саробрядусь, но это правильно, он говорит. Дальше, отец Павел говорит, что это вопрос моды. Когда-то женщины ходили, всегда с покрытой головой. Ну, не знаю, вот как, но мы же не животные, чтобы как комар мыслить. Дальше свое носо. То есть, просто они, это просто мода, а мод, но понятно, сейчас мода, это просто как сатана издевается над человеком. То есть, сатана новое что-то придумает, и человек сразу поступает. Но вопрос-то такой очень простой, почему люди покрывали голову, почему мусульмане считают это правильно, покрывать голову? Не просто они раньше, а потому что знали, что за этим скрывается. Женщина – это великая сила, сила для смерти. То есть, как говорит премудрый Соломон. Екклезиас, 7 глава, 26 по 28 стих. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. То есть, через женщину написано, все мы погибаем, через женщину. Эта женщина, красота женская, это великая сила, которая убивает царей, убивает пророков, уничтожает. То есть, Соломон царь, женщина его, сколько у него было женщин? Соломон имел 300 жен и 700 наложниц. Но, наверное, он что-то понимал в женщинах, наверное, побольше, чем мы понимаем, у которого там одна жена или вообще нет жены. он говорит конкретно. То есть, мы прочитали. Кто погиб? Он погиб, сам Соломон от женщин. Как? Он стал строить капищи, храмы, языческим богам. Почему? Жены у него просили, говорят, ты нам построи вот это, и он им строил. И через это он погиб для Бога. Царь Давид не удержался перед женщиной. Не удержался, согрешил, убил ее мужа, отправил его на войну. И сам прелюбодействовал. Смертный грех совершил. Потом раскаялся, и мы узнали вот этот 50-й Псалом. Самый, наверное, читаемый в мире, который вообще существует. Мусульмане даже его знают. Все это кто? Ева, женщина, также согрешила. И Господь вменяет Адаму не то, что он просто пошел и съел. Нет, он говорит, за то, что ты послушал голоса жены и ел. Послушал голоса жены. То есть, эта женщина и отныне, с тех пор, это Господнее повеление покрывать жену. И это даже без этого повеления понятно, что это надо делать. И с детства приучать, чтобы женщина сама себя покрывала и, как говорят святые отцы, покрывала тщательно со всех сторон. Это говорит Златоуст. Сейчас вот прочитаю. Сначала Златоуст говорит, требует, чтобы жена не обнажала головы своей, а потом объясняет, что она постоянно должна быть покрытой, ибо это тоже, как если бы она была обритая, и при том покрытой со всей тщательностью и осмотрительностью, так как не сказал просто, да, накрывается, но покрывается, то есть, должна тщательно закрываться со всех сторон. Показывает неприличное противного образа действия, то есть, если ты по-другому делаешь, что ты это неприличное, сильно укоряет, сильно апостол Павел укоряет, когда говорит, если не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Если, говорит, ты свергаешь покрывало, установленное законом Божиим, то свергни данное природой покрывало, то есть, если ты не хочешь покрываться, то избресь аналоса, это покров, который тебе Бог дал, его тогда тоже отвергни до конца. Вот он, что имеет в виду апостол Павел. Тут я понимаю, что женщине многим, и это, и священникам, и матушкам будет слышать все это очень неприятно. Но что делать, что делать? И спорить даже, может, кто-то начнет. Но апостол Павел дальше говорит, что говорит, кто, говорит, захочет спорить, мы не имеем такого обучия в церкви. Поэтому спорить не надо, принимайте, как написано, Слово Божие. Бог нас будет судить не по моде, не по тому, как принято сегодня в церкви, или еще где-то, имеется в виду, в нашей православной, вот сейчас, последние сто лет, как это священник, как учат. Бог будет судить. Евангелие от Иоанна 12,48. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То есть, по Слову Божьему. Вот эта книга, Священное Писание, Святая Библия, по нему Бог нас будет судить. Это значит, ни патриарх, ни какие еписки, ни священники, никто не поможет на страшном суде, когда Бог будет судить. Они все сами будут судимы. Ни святые даже не помогут. Ничего не сделают они. Они тоже будут на суде Божьем стоять. И всех будет Бог проводить через священное. То есть, как Он сказал и как они поступали. Всем нам должен явиться на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 2. 2 Коринфянам 5.10. Апостол Павел говорит. Мы противники, тогда мы кто такие православные? Если это все фарисхицы и лицемерные, то мы кто следует этому? Мы противники Христа, Бога. Мы кто в этом, получается, в московской патриархии, который так учит? Мы кто? Противники Слово Божие, противники канонов церкви, противники всякого благочестия. Отец Павел, в этом, конечно, надо каяться, это надо изменяться и однозначно по-другому учить. Это погибель. Это всего один вопрос мы разобрали и уже столько времени. И вопрос-то какой? Он не важный, это мало важно, когда все исполняется. Когда не исполняется, он очень важный, естественно. То есть, для подтверждения своих слов, то есть, то, что это так не так это важно и прочее, никогда, никакой священник не приведет ни одного цитата священного писания, ни одного правила святых, правила канонов, ни одного святого отца. Потому что все они учили точности противоположному. Идем дальше. Здравствуйте. Готовлюсь к причастию на завтрашнем литургии. И вдруг совсем не в графе критические дни. Что делать? И надо ли наисподь об этом говорить? Наисподь говорить об этом не нужно. Не нужно. А я вам отвечу словами святителя Григория Двоеслова. Он говорил так, что если женщина когда у нее вот эти дни она из благочестия не хочет идти причащаться то ее может за это похвалить. Но если она из любви ко Христу в эти дни пойдет причащаться то никто не может ее останавливать. Вот среди Григория Двоеслов так говорил. Я так всем людям и говорю. Поэтому если еще раз если вы чувствуете как-то вот вам тяжело и вы из-за этого теперь не хотите причащаться ну и не надо. Вот а если вам прям очень хочется свидеться со Христом вот такое дерзновение есть и любовь ко Христу идите и причащайтесь. Ну здесь отец Павел сослался на святого отца Григория Двоеслова. Ну мы православные христиане мы даем то есть когда мы крестились мы дали обеты что все каноны церковные как бы это подразумевается все что церковь постановила обязательным для всех что мы под это подписываемся мы это должны исполнять я православный это значит что в правилах церкви для меня написано то я должен исполнять другого слова нет да там святые отцы какие-то могут что-то говорить но если каноны церковные что-то написано в них какое-то есть правило то это значит хоть будет сто святых отцов будут говорить против никакой силы это не мнение церкви это их личное мнение в данном случае что касается по этому вопросу это женский да вопрос понятное дело я уже так и не хотел его касаться но просто есть канон церковный который конкретно говорит как поступать женщине в такой ситуации я его просто зачитаю и пойдем дальше второе Дионисия Александрийского о женах находящихся в очищении позволительно ли им в таком состоянии входить в дом божий излишним почитая его прошате ибо не думая чтобы они аще суть верной и благочестивой находясь в таком состоянии дерзнули или приступить к святой трапезе или коснуться тела и крови Христова ибо жена имевшая два на десятилетние кровотечения ради исцеления прикоснулась не ему но только воскрылию молиться в каком ну то есть только к одежде прикоснулась Христа женщина которая имела кровотечение молиться в каком бы ты кто ни был состоянии как бы ни был расположен поминать и Господа и просить и помощи невозбранно есть то есть молиться все ты можешь ходить молиться все читать Писание там но лучше не прикасаться конечно к Священному Писанию но читать можно там с телефона можно так ну принято я знаю что у старобрецов даже к Писанию не прикасаться но приступать и к тому же есть святая святых да запретиться не совсем чистому душой и телом то есть запрещает канон церковный почему другой вопрос согласен я не согласен я православный я должен это исполнить то есть я могу рассуждать об этом то когда я это исполняю ну рассуждать я об этом не буду написано мы еще и в Ветхом Завете об этом читаем что-то значит в этом есть такое может быть для нас недоступное если такие не начались ну какая разница через неделю ты сходишь никакой Мария Египетская раз в 40 лет в 47 лет один раз прочистилась ничего святая признана поэтому ничего не потеряет тут женщина а если кто-то учит вопреки ну я не спорю что кто-то может быть даже прав окажется но будет вопреки действовать правилам церковным под которыми мы подписаны как православность что мы должны их исполнять правило 2 Дионисия Александрийского это на Вселенских соборах внесено в каноны церкви отец Павел надо ли платить церковную десятину те которые такую возможность имеют то есть сами не бедствуют да безусловно должны это делать об этом говорит Христос что десятину оставлять не надо благодарю отца Павла за то что он здесь ответил действительно то есть ослался на Писание и сразу правильно все ответил но единственное что вот добавил какие-то гнилые подпорки что у кого есть достаток а при чем есть достаток десятина вообще от достатка не зависит у тебя хоть какой достаток но десятая часть ты отдаешь Богу она десятина не принадлежит человеку она изначально Божия и поэтому Господь сказал вы говорит народ обкрадывайте меня то есть вот есть заповедь не воруй не воруй но это все подразумевают что это не воруй у человека но мы знаем что не воруй это не только может относиться к человеку но и к Богу есть святотатство к примеру да это тать это вор святотатство то есть воровство святости ну допустим что такое святотатство ну нечто святое есть священные предметы священные тексты оскорбление этого то есть воровство святости то есть принижение этого есть вещи принадлежащие то что принадлежно Богу принадлежат и не могут принадлежать человеку вот десятая часть всего дохода всего всех людей верующих принадлежит Богу потому что почему ну понятно землю нам жизнь нам дал Бог землю, силы нам дал все он нам дал и говорит, десятую часть возьми и отдай, то есть приложи священству отдай, это все мое и так но десятую часть, чтобы мы собственные руками мы отдавали, это заповеди еще они в этой заветной, в новом завете их никто не отменял, и отец Павел правильно сказал Христос говорит он обвиняя фарисеев они говорят, выгодят, платите десятину но оставили суд, милости, веру это, говорит, надлежало делать и того не оставлять, то есть того десятину не оставлять, у нас сегодня все православные почти священники оставили то и этого нет ничего у них у евреев было то же самое то есть они забыли, вот как вот сегодня в православной церкви, все забыто каноны церковные, отступление от слова Божия полное и люди ходят в храмы, и они думают, что все нормально, я же исповедуюсь, причащаюсь все, и священники все знают тогда и так тоже было у евреев точно то же самое но, если было сравнить их действия с законом Божиим, то, что написано в Писании, то они полные отступники оказались и вот Господь, то есть и там даже находили, и там оказывается, мы, говорит мы ни субботу не почитаем, мы вот это не делаем мы благочестивые цари и начинали сразу же все менять и Господь сразу благоволил к народу а до этого Он посылал, если человек отступает от Бога, войны, бедствия и прочее, ну как, собственно, с нашей страной постоянно и происходит и здесь Господь говорит ибо я Господь, я не изменюсь со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их обратитесь ко мне, и я обращусь к вам говорит Господь Соловов вы скажете, как нам обратиться то есть, как обратиться Он говорит можно ли человеку обкрадывать Бога а вы обкрадываете меня скажите скажите чем обкрадываем мы тебя? десятину и приношениями то есть, мы можем обкрадывать Бога и Господь говорит два раза дает проклятие проклятием вы проклятым потому что вы весь народ обкрадываете меня весь народ обкрадываем принесите все десятины в дом хролинища чтобы в доме моем была пища и хотя в этом испытайте меня говорит Господь Соловов не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью на вас благословение до избытка благословение до избытка он говорит испытайте меня нигде ни в одном месте Бог не говорит чтобы его испытали единственное место где десятина я когда узнал о том что десятину мы должны платить а я до этого был верующим 10 лет ходил в храм мне так радостно на душе как будто я что-то я такой радостью сразу стал платить десятину с тех пор я никогда у меня не был чтобы я ложился голодный или что-то то есть Господь благословляет он говорит испытайте меня тот кто думает что у него там что-то мало денег и ему жалко ему жалко для Бога для которой может тебе бесконечно бесчисленное много благословений дать он говорит испытайте поэтому люди испытайте давайте отдавайте десятину мы Господь благословил содержание церкви и священства он было 12 колен Израилева всем 11 коленом дал землю а колену Левитина не дал землю почему потому что их земля это души людей остальные колена они должны пахать на их душах то есть проповедовать воспитывать чтобы они жили по слову Божьему такое же предназначение сегодня новозаветного священства которое идет от апостольских времен рукоположное законно от апостола допустим у нашей русской церкви от апостола Андрея как считается и можно проследить вот по епископам епископат рукополагает другого епископа и так до должно до апостола Андрея и такие списки все есть у сектантов этого нет то есть как отличить церковь от секты очень просто законно рукоположенное священство от апостольских времен это всего пять церквей пять это все одна православие то есть туда входит старобряция вот эти новокреницкая новозыпкинская у которых есть епископы законные туда входит РПЦЗ РПЦМП там все русское православное там катакомбники у кого есть епископы там да они там в расколе там многие и эти в расколе но это все законная церковь то есть никуда она не делась это от апостольских времен дальше католики католическая церковь от апостола Петра сохранилась рукоположение все таинства все признаются да они в ереси то есть у них есть заблуждение но церковь законная никуда она не делась если он переходит его там он в сущем сане переходит допустим пришел в православие он в сущем сане был епископ останется епископом потому что все таинства действия на них далее армянская церковь там они говорят монофизиты там но я вот общался с армянами ни одного монофизита не встречал то есть ни один не верит как монофизит это законная тоже церковь от апостольских времен копты коптская церковь и сирийская вот эти пять это сохранили рукоположение это есть церковь Христова которую Бог создал еще в сионской горнице а для язычников в доме Корнилия тут церковь все остальное вокруг все протестанты баптисты 50-ники свидетели Иеговы там адвентист седьмого дня это секты у них нет священства они много чему хорошему у них много чему хорошего есть они любят слово Божие а православные забыли его на сто процентов вообще совершенно не по нему живут не по слову Божьему но они секта ересь и много у них у них заблуждений а православная церковь наиболее сохранила в себе всю чистоту веру той апостольской сохранила в учении своем но не в практике практика совершенно разошлась с апостольским временем деяния апостолов если открываешь и мы будем читать и вот сходится у нас или не сходится мы увидим что у нас почти ничего не сходится с тем как было изначально но это к слову и так Бог усыновил как должно содержаться священство и церковь Божия два то есть понятно это десятина святая ну и просто приношение людей то есть сами сколько они хотят то есть святая десятина это не милостыня было три десятины мы читаем в книге Тавита три то есть по благочестию три это три одно священство другое там на делах храма и третье на милостыню три но вот одна обязательно десятина то есть меньше этого ниже падать нельзя потому что Христос сказал если говорит праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фресеев вы не войдете в Царствие Божие праведность книжников и фресеев они платили десятина то есть ниже христианин этого падать нельзя а уже в апостольские времена мы знаем что все отдавали имение к ногам апостолов вообще все и все было у них общее и вообще такого даже в голову кому не пришло а я не дам десятина потому что у меня там это не хватает Но ты, значит, неверующий, ты не веришь, что Господь за это тебя благословит. Не веришь в Слово Божие, он говорит, испытайте меня. Малахия 3 глава, почитайте. И если, говорит, не даете проклятием, вы проклятые. То есть, если священники не проповедуют, не говорят, что должны платить десятину, то они дают под проклятие, накладывают на паству свою. А почему они не рассказывают? А потому что торговля. Вот есть десятина. Это благословленное Богом способ. То есть, Бог благословил именно такой способ существования церкви. И есть один проклятый Богом, запрещенный Богом способ существования. Это торговля. Христос вошел в храм и изгнал всех торгующих и покупающих. Там написано. И покупающих. И все столы опрокинул. Поэтому, те, кто не только тот торгует, и священники, кто это все устраивает, торгуют, согрешают против Бога, но и те, кто покупают. В храме не должно быть выгод сделали. То мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом-разбойником, говорит Христос. То есть, он называет всех тех, кто торгует в храме, разбойниками. Сегодня в семенале там отучатся некоторые, и начинают, а это там что-то там, это все не то, у нас это другое. Чего не то, другое. Предавались жертвенные животные. То есть, то, что участвовал те предметы и животные, которые, и не только, то есть, которые участвовали в богослужениях. Также у нас свечи там и прочее. Для чего они нужны-то? Это тоже жертвы. Не должны быть они в храме. Я уж не знаю, куда больше авторитет, если Христос изгнал. Он ни в одном месте не проявлял насилие, Христос. Только два раза он проявлял. И все два раза изгнал их продающих и покупающих из храма. Два раза проявил насилие. Он не просто, он бил, ударял, то есть, сделал бичеверок и ударял их. То есть, какое у него было отношение к этому? И что, если в торговлю и в храме, то значит, Христос в храм не заходил, что ли? Можно и такой вывод сделать. Если бы он зашел, он бы выгнал всех торгующих. И такие батюшки есть. Очень редко они есть, которые это делали. Но о них очень сильно ополчаются. Там скажут, а, там у них нужно оплачивать за свет, за все ЖКХ и прочие зарплаты платить. Ты священник для того и поставлен, чтобы проповедовать Слово Божие. Проповедовать, то есть, собирать общину такую, которая будет содержать это. Если такой храм есть, который ты не можешь содержать, значит, нет там верующих людей. Недостаточное количество. А если недостаточное количество, и храм такой не нужен, половину его надо обрезать, закрыть или начать заработать, заниматься. И потом только впускать по одному, чтобы верующие были. Человек 10 наберется, уже можно что-то там. А такие огромные храмы, и потом, и ты как раб у предмета начинаешь. То есть, раб у епископа и предмета. То есть, обеспечить это только. И любым путем, главным, греховным, неважно. И они, зная это, то, что они через торговлю, незаконным путем, и не дерзают даже говорить, естественно, о десятине. Потому что совесть нечистая, и они уже не чувствуют это. Торговля, все это торгуется таинствами, торговля молитвами. То есть, симония, как говорит Алексий II, патриарх. То есть, ценник на крещение, это, говорит, симония. Симония, это значит, что такое? Дар Божий, хотеть дар Божий купить за деньги. То есть, апостол Петр говорит, ты помыслил дар Божий приобрести за деньги. Молись, может, простит ли тебе Бог? Неизвестно еще, простит ли это Бог, если бы только помыслил. А уж я не говорю, что платить. На исповедь стоят, и сбоку, пожалуйста, тарелка с деньгами. Никогда не кладите туда деньги. Вы чего? Это исповедь, таинство святое. И туда кладут деньги. Это вообще что-то. Свечи, деньги. Свечи потом эти раз, и опять заново перепродают. То есть, опять деньги. Все на деньгах. Мамона зашла в храм. Где Мамона, там Христа нет. Десятина обязательно. Поэтому для всех людей, кто хочет благословения, а кто не хочет, я все это говорю для верующих. Даже не вот у отца Павла там много кто смотрит его. Там верующих-то практически по комментариям-то очень и очень мало. Да почти не находишь вообще. То есть, он говорит по-мирски, и мир слушает его. Я говорю сейчас вещи, то есть, я сейчас выражаю то, что Бог сказал, и мнение церкви. Мнение церкви – это не мнение патриарха, не мнение каких-то священников или писков. Мнение церкви – это отражено в канонах, церковных правилах и в священном писании. В святых отцах. Нету ни одного святого отца, кто бы сказал, что десятина – это не все отменено. Такого нету. А то, что десятина, она есть, ее надо платить, святые отцы говорили. Мы засчитаем. Блаженный Мероним Стрейдонский говорит. А то, что мы сказали о десятинах и начатках плодов, которые некогда даваемы были народом, священникам и левитам, понимаете, так же и в отношении к членам церкви, которым повелено не только отдавать десятины и начатки, то есть повелено отдавать десятины и начатки членам церкви, он говорит уже, но и продавать все имущество, раздавать его бедным и следовать за Господом и Спасителем. То есть все. Он еще больше говорит, что вообще мы должны даже продавать имущество. Это все. Кто встает на путь христианский, тот должен отвергнуть себя на 100%. Но хотя бы десятину-то платить должен, святые отцы говорят. У нас была десятина церковь, построена на Руси. То есть раньше всегда у протестантов десятина так и осталась, никуда она не делась. Целые страны так живут, у них как налог эта десятина идет в пользу церкви. А здесь ты должен добровольно все это отдать Богу. И ты получишь благословение. В книге Тавита мы читаем 1 глава 6-8 стих. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Левиидам, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал каждый год, ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью давал, кому следовало, как заповедовала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротой. Это для нас не пример, это благочесть и истинное. Я, как узнал, сразу стал платить десятины и больше десятины. Три десятины. Да и больше. Я знаю человека, который, когда узнал о десятине, сразу стал платить девять десятин и жить только на одну десятину. Он на трех работах всю жизнь проработал, максимально все выкладывался, чтобы платить девять десятины и можно было прожить на... И Бог, Он ни разу говорит, я не ложился голодным спать. Бог его так благословил, что у него и несколько квартир было, и он отдавал так просто даром. То есть люди верующие жили там в этих... в домах, квартирах. Храм Господь так сделал, что ему... то есть несколько храмов было построено. Ну, то есть один дом под храм был сделан. Все это Господь благословил. Это сейчас живой ныне исповедник и проповедник. Кстати, единственный, наверное, в России сейчас из оставшихся живых. Игнатий Тихонович Лапкин. Это живой исповедник, официально признанный Московской Патриархией как исповедником. То есть есть документ, где епископ Барнаульский и Алтайский называют его исповедником веры. Исповедники в древней церкви имели власть больше, чем епископов в плане прощения кающихся в отступлении этих христиан. То есть христианин, допустим, подвергался слегонениям. Если он отрекался от Христа, а потом приходил каяться в церковь, то его не могли даже епископы простить, принять. И единственные, кто могли за него ходатайствовать, это живые исповедники, то есть которых также пытали, они знали, что это как это тяжело, но которые выдержали. Вот Игнатий Тихонович относится к исповедникам. Он прошел пять тюрем и лагерь за распространение, за проповедь Слова Божия. С ним работал который следователь из КГБ, уверовал, то есть он его уверовал, стал священником. Начальник тюрьмы, в которой он был, умер по-христиански. Куда он попадал, туда, там люди обращались к Богу, вставали на колени, плакали, выходили, то есть признавались в том, что в своих преступлениях, которые были сокрыты до этого от следствия, их даже раньше отпускали. На молитву вставали, и время наступало там, в восемь часов вечера, открывались затворы все в тюрьмах, и Игнатий Тихонович начинал проповедовать Слово Божие. И всех охранники, все замолкали и слушали. Нигде никогда такого не было. Все, кто не сидел в тюрьме, говорили, мы такое первый раз слышим. А вот это так было, так Бог сделал, открыл все ворота для проповеди Слова. Вот, он когда узнал, он платит 9 десятин. И как его Господь обильно благословил всем, всем чем можно. Но он написал 38 томов книг, 38, и раздавил все по всем библиотекам мира на 35 миллионов рублей. У него ни копейки своих денег не было, это Господь все благословил. Но ходили слюги, которые считали это нужным, чтобы распечатать эти книги и другим подарить. И все это дали в руки его, и он ни одной копейки себе не присвоил. Вот это для нас большой пример. Мы должны смотреть на пример. Смотрите, говорит апостол Павел, подражайте братьям мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, которые имеете в нас. То есть мы должны смотреть на тех, кто поступает по образу апостолов. Не просто там тех каких-то, ушли в горы где-то там, какой-то старец или здесь какой-то старец там. Господи помилуй, Господи помилуй. Всю жизнь, так говорят, сидят там за стенами. Нет, поступать, как апостолы поступали. Дерзновенно со Словом Божьим идти. Нигде не уступать греху, ни в чем, никогда. Но уступать на змей и скорпионов. Истинно исповедовать себя христианином перед всем миром. Выговорит свет миру. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Не может укрыться. А вы укрываетесь. Нигде, как говорит Осипов. Вы должны быть нигде незаметны. Нигде. Почему? Должны, если увидят, христианин зашел. Должны сразу знать, что христианин зашел. Здесь по-другому все. Меняется все. Кто, говорит, постыдится меня перед людьми, того и я постыжусь перед Отцом моим Небесом, Христос. А мы стыдимся даже перекреститься. В транспорте везде, перед храмом. Перекрестись, покажи, что перед Богом ты стоишь. Сразу люди появятся вокруг. Может, негде стесняются, но будут люди уверовавшие, которые привлекутся через это. Не себя показывать, а привлекая ко Христу людей. Это наша задача. Господь для этого и избрал своих чад. Он говорит, апостол Петр говорит так. Выговорит, род избранный, царственное священство. Это про всех христиан, он говорит. Народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего из тьмы в чудный свет свой. То есть, мы призваны, чтобы возвещать совершенство Христа, который нас призвал из тьмы в чудный свет свой. А если мы в тьме так и продолжаем ходить перед людьми, то что это? Мы никого, ничего не возвещать не можем. Поэтому возвещаем. Мы должны все это возвещать. Царственное священство, это не значит, что мы все священники. Нет. И весь народ израильский назван народом священников. Но это не значит, что все священники. Нет. Было леви на колено. Так и у нас. Царственное священство, значит, мы царствуем над грехом. А есть и законное священство, которое от апостолов, пресвятера, епископа. У сектантов никаких этих понятий нет. Ну вот, по десятине я что хотел сказал. Что касается торговли в храме, 76 правило Шестого Вселенского Собора. Мы читаем. Это для тех, кто говорит, что там как-то все равно торговать как-то можно. Или там это было где-то там не в храме, это было на улице. 76 правило Шестого Вселенского Собора. Говорит так. Каноны церковные обязательно для исполнения. Никто не должен внутри священных оград кормчевницу, корчевницу, или различные снеди поставлять. То есть нельзя там, чтобы какая-то еда там какая-то продавалась, или вообще давала, ну, в храме продавалась вот как корчевница, да, какая-то там. Там сухари-сухари какие-то. Нельзя. Или иные купли производите. То есть любые вообще купли, то есть любая продажа, любая запрещена. Сохраняя благоговение к сарквам. Ибо спаситель наш и Бог, житьем своим во плоти, поучая нас, повелел, не творите дома отца своего домом купли. Он и не поняжникам рассыпал понязи, пенязи. Ну, вот эти миновщики денег сидели. Они меняли, вот приносили деньги, вот римские деньги. Там было изображение императора. И как бы нельзя отдавать в храм изображение императора языческое. И они меняли деньги на еврейские деньги, законы, которые можно... То есть хорошее дело делали, чтобы изображения языческие не заносились в храм. Вроде как. Но Господь это все отверг. И вот он дальше в каноне написано. И изгнал творящих святых храм мирским местом. То есть если это торговля, то это мирское место. Иоанна 2 глава 15-16 стих. Посему аще кто будет обличен в реченном преступлении, да будет отлучен. Отлучается человек, тот, кто торгует или покупает. И Никодим Милош толкует. Толкование есть на каноне. Он говорит так. Цель этого правила сохранить святой храм и все вокруг храма от парфанации. В частности же от кормничества и торговли. Согласно учению Христа, что дом отца его не должен делать домом торговли. Иоанна 2-16. Так как это дом молитвы. Матфея 21-18. Правило это не говорит только о храме и о лицах, занимающихся предсудительными делами в храме. Так как это само по себе воспрещено. То есть об этом даже говорить не надо, что это запрещено. Это просто в храме шучу-то. А говорит это правило еще о священных оградах, в которых тоже воспрещаются подобные тияния. То есть даже вот ворота вокруг храма, в этих воротах тоже нельзя ничего это делать. Это говорят правила церкви, которые скрыли священники, епископы от народа, чтобы они его не знали. Потому что они его не исполняют. Не надо тут судить и осуждать. Я ничего не призываю. Но каждый, кто услышал это, скажи, скажи своим священникам-настоятелям, что так не подобает, Господь так не усыновил, он изгнал, чтобы все знали. Скажи близким своим, скажи тем, кто стоят в торговой лавке, скажи им об этом, что Господь этот. Ты не спасетесь, если вы так останетесь в этом, в грехе. Но на сегодня все. Благослови вас, Господь. Прошу не обижаться тем, кто может быть обижен моими словами. Одна только цель, чтобы все было по Слову Божьему, как Господь повелел. Потому что мы встанем все на суд перед Ним, и Он нас будет судить. Мы должны думать не о том, как мы перед друг другом, славу друг от друга принимать, но славу единого Бога искать. Ему хвала, честь и поклонение вовеки. Аминь.